плащение это наше изобретение мне кстати предлагают знаете что сделать начать рисовать потому что да так лучше потому что это другой вид деятельность надо как-то чередовать мыслительные вот вы говорите про тебя вообще с глины у нас есть такие очень интересный это выход уже на творчество и что глина это тот материал на то еще его бог сделал человека ну как бы с одной стороны из праха говорится о прах он получается что это глина глина она по какой-то там по энергетике говорят с родственным как бы телу человека и во вторых она изменяет способностью пластику изменяется если вы очень пластичный материал изменение пластика от очень ну там скажем когда в жидком состоянии да очень твердым и у нас есть метод прогона я даже проводил как-то занятия со взрослыми изготовление именно свистульки этот прогон он как раз развивает вот этот духовный центр то есть соприкосновение с глиной глину когда ее держишь в руках когда уже немножко чувствовался и и начинаешь мять 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 и вдруг она как бы начинает оживать в руках она начинает как бы трепетать как птенчик то есть она живая или мы ее наполняем ну то есть можно до какой-то степени живым чем-то наполнить и с ней вступить в диалог следовать ее если можно конечно пытаться жестко мне что-то воплощать но тогда кстати можно вот этого не почувствовать можно выходить на спонтанное спонтанное творчество то что она подскажет делать и еще один вот этот это как бы традиция делается вот эта свистулька по технологии это все свистульками надо делается до шарик потом пельменка потом она значит ну да пельменка соединяется сращивается глина не так как пластилин и и надо смешивать потом она надувается при этом ощущение именно дыханием как бы соприкосновение с дыханием вот этой глины которые уже руками провибрированные с ней контактность установлена потом она желательно несколько делать она стоит значит пока подсыхает но собственно говоря когда несколько то одна подсыхает одну берешься и она начинает какие-то детали прибавляться и под конец ее какое-то оформление уже на более твердой глине вот в этом цикле и когда этот цикл прогнать чувствуется вот этот центр то есть усталость в животе которую в других каких-то мероприятиях очень сложно прочувствовать он этот центр и и через другие но честь практику за трены развиваются там через еще какие-то но вот так как глина глина в общем очень здорово ее развивает и более того там есть еще такая 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 вещь как вот уже технология обеспечения творческого процесса которая может быть уже на ней на ее базе какой-то продукт создан им и возможно вот и самое первое это связано с глиной то есть поработав с глиной например вот я имею опыт что со взрослыми немножечко занятия вел и значит и исходя из своего опыта и вот этого опыта могу сказать так что поработав допустим команда людей которые работают ну они могут из разных мест или из одного которые работают как-то с креативным с творчеством и если с ними таким образом поработать то можно получить существенный результат в их работе причем если вот всякие мероприятия связанные с мозговыми штурмами штурмами и другие они являются истощающими средствами они в общем то как раз вот от коммуникации от головы направлено то это именно вот от контакта а тут это спасал спонтанности и в конечном счете от недеяния то есть от в принципе даже от возобновления ресурса от него они его истощения ну и вот даже с глиной можно было бы вот что-то такое да здорово я сейчас попробую сыграть сейчас опущу лампу на на давайте у меня хорошо получилось сейчас не знаю это все равно и роксану здорово раньше у меня получалось еще интереснее как-то вот когда за глиной занимался это живое соприкосновение она давала даже то есть всего две дырочки и можно за пытаться именно нехитрую мелодию там какой-то стих как-то у меня где-то есть выписан там по типу учусь у дудочки старинные у древней палочки бузины влекусь на безыскусный зов всем дырочек всем долгих гласных не торопиливых что-то полногласных не не знающих полутонов и длится голос изначальный великодушный и печальный и я стою на берегу учусь в дудочке старинные и научиться не могу и вот эта безыскусность кстати то что говорили про ситуацию дзеновских искусства царевая звука и там еще такая формула звучит как безыскусное искусство это как раз соединение искусной безыскусной части то о чем сегодня разговор был контакты и коммуникации выход на контакт или на естественность на подлинность и подлинность как бы с этой стороны подлинность а со стороны искусности истина которая в конечном счете всегда оказывается относительной если только она не манифестируется как абсолютная а так как бы истина которая действительно абсолютная и она проживается в опаде вот мы ее словом подлинность называем а вот это у нас ситуация философ это волк коза волк коза и капуста и вот эта задачка с решением кого как перевести с несовместимых пассажиров как перевести да и он в такой вот как раз состоянии самоосознание сейчас его приподниму и на нем по-моему хорошо удалось передать вот это состояние где у него вот это самоосознание прям какой-то буддийский философ вот у нас еще один философ там наверху стоит это мы когда-то была маленькая заготовка и там получился у нас работа которую первый адам назвали а потом хотели повторить большой работе и получил а вот там что такая за борьба перетягивание это это чисто ее работы это война и мир а голова вот это разбитая расколотая а это уже такая попытка ну так побаловаться скажем так в таком стиле а вот это у нас ползущая как-то или плывущая непонятно но вот она из тех кто вот это достигшие это это состояние умной эльзы есть такая сказка умная эльза и там вначале значит умная эльза она когда ганс приходит к ней свататься она идет ее посылают родители в этот подвал за пивом значит она там сидит плачет что вот так же так она это вообразила что ганс когда у них сын вырастет значит на него упадет колесо которое там висит и убьет его ну и совсем такая умная но кстати человек который то есть мы когда прочитали я вернее нам мне показалось что это очень наоборот какой-то продвижка духовной то есть это драматизация такая и потом в другой книжке я уже встретил вторую часть этой сказки когда значит эльза с гансом работали на поле он раньше ушел как бы она долго задержалась возвращается домой в окно заглядывать а там лежит она то есть ноги видит вот но ноги ганса как в анекдоте почти а вот ее ноги но она решила что она уже и дома и пошла себе куда глаза придет то есть для меня это как бы выглядит как человек наконец-таки реализовался а где вы говорите философ тут еще у нас есть давайте снимем а вон да вот наш философ они прямо от любопытства уши оттопырены да хороший тоже символ а чего не подбородок то поднят он возомнила себе много вообще-то он на более низкую поверхность было рассчитано но так он помог похож как-то на африканскую какую-то фигуру вообще-то это в самой заготовки вначале это первая дамы тогда он в маленьком варианте но вообще-то все из африки мы произошли как если помните так что то что он получился немножко африканским а там есть кстати да нечто пророческое африканский по манере исполнения но он такой как-то как-то знаете помните эти на острове пасхата там вот у них то примерно такой же скос лица угол угол именно тот же да это самурай это невеста это рита делала а то я что-то делал а похоже на тамару царица наверно а сверху там что она за скалолос скалолос а он басовый что ли чем больше объем тем ниже звук такой класс ты не попытайся мелодии 3 и 3 мелодия мелодия а там видишь вот эта девушка такая цветная любопытная она тоже что ли нет она наверно не свистулька уже нет она не свистулька а ну-ка нашел свою женщину наконец-то это опыт покраски просто ух ты а чувствуешь что в этом что-то такое древнее и чувствуешь как-то прямо аж вот тут забирает а они свисты случайно она свистить тоже а слушайте это даже даже кастанедовская свистит кто-то кто-то не видел как выглядит кастанеда вот кастанеда выглядит вот именно так вот это очень что даже связи за ему если в нос подуть то он будет вот так и изучать все очень просто вот здесь в поселке сосново прописался живет а некоторые говорят что номер это казалось неправдой на и подержать да вот и пожалуйста вот вот калином постельного снова вот-вот а это надо на кого похож что интересно на данное да на треснула немножко да если на службу какого-то похож а вот это что-то 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 это это чунга чанга это казалось не с кастанеда это нефертити вот вот она так разбирается давайте мы вот так вот нефертити а это вот чунга чанга чунга чанга да-да-да-да-да-да-да-да атом группа атом 2007 год Как этот пиот и этот, еще, ну, нескоритый. И вот здесь живет целый набор этих, целый набор девалок и с ними. Там две нефертити. Вот нефертити, да? Да, у него нет профиля нефертити. Это вторая. Игорь, а между прочим, вот это философ, это ты? Это там. Нет, это на ноговице немножко похоже, отдаленно. А это Евочка. А вот Ева. А что же Ева такая маленькая? Это раньше, знаете, как бы главных ей это делали большими, а второстепенных делали маленькими. Потому что она Адама Ева, она из ребра Адама, поэтому она такая маленькая. Ребро-то небольшое. Вспомни, как на египетских пирамидах, там этих изображений египетских, главные персонажи огромные, а остальные все маленькие, второстепенные. А, кстати, звук всегда получается или бывает, что не получается? Сделать, чтобы свистело. Ну, в принципе, это самое. Когда он подъезд, если он не получился, его можно доделать. А, подделать, да? То есть сначала делается звук, а потом уже доделка. А как он сделается звук там? А там вот... Трубочка такая, да? Да нет. Там внутри полость. Да нет. Внутри полость. А здесь вот это вот, значит, должно, этот, воздух должен поступать вот сюда вот. Это называется пищик. То есть воздух поступает на вот этот клин, на нем он вибрирует. Это полость резонатора. Если она большая, звук низкий, маленькая. И, соответственно, дырки, когда открываешь, они уменьшают свойство резоната, разменяют. То есть это все-таки техника, да? Тут так просто не сделают случайно. Причем это все, когда ты уже с глиной, с более жидких до более твердых сын, и потом очень эти точные движения приходится кропотливо это делать, это очень развивается. Мы это записали, да? Какой патруль? Какой патруль? Ночной? Лесной. А мы думали ночной? Бабы-яга, киска, филинг. А вы же не пытались продавать? Ну, пытались. Ну, вы видели, ну, ты прям сразу... Продавать на них уходит много времени. Да, они на самом деле, это очень дорого. Их надо сейчас, ну, особая технология, вот это вашим. Ну, она же, это такая очень работа. Ну, мы, кстати, ролики выставим, можете на них сослаться, если вы будете рекламировать, или что-то в этом вроде. А сколько дней, сколько дней традиционно? Ну, где-то вот так вот, плотно есть, вот, пять. Вот такая вот штука. Ну, вот такой вот, недели, да. А, ну, тогда трудно сказать, она никогда не купит своего труда. Да. Ну, это искусство, искусство. А это вот у нас, война и мир. Да, мы уже записывали, да. Да, вот она, вот такая вот война. А почему же они спинами-то? А потому что она его перетаскивает, как бы, и у них вот этот вот баланс, то есть он вывешивает ногу, вот, баланс, как бы он всегда может, то ли туда, то ли сюда, то есть, как бы, ну, кто кого перетянет, война и мир. Это и есть персонажи, это, как бы, аллегорические персонажи войны и мир. Да, 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 это вот, вот он. А я почему-то думал, что это война и мир, в смысле произведение Толстого. Причем, что интересно, война женщины, вот она марсианского плана по конструкции тела, а мир сатурновского конституции мужчины. Ну, вроде война тут у нас Марс. А, марсианская, да. Марсианская, да. Ну, дело даже не в самих словах Марс. Ну, понятно, понятно. В самих звучании. Ладно, поехали бы вас все. Спасибо.